Ну что, мы переходим к разделу «Устная часть». Устная часть дается в отдельный день, и вся устная часть занимает сам экзамен всего 17 минут. Это ведь довольно приятно по сравнению с письменной частью, которая длится 3 часа 10 минут. Сейчас я расскажу вам о первом задании, с которым вы столкнетесь. Для начала напомню, что устная часть проходит за компьютером, то есть перед вами не будет экзаменатора, перед вами будет компьютер, ноутбук. Собственно, то, с чем вы 100% знакомы. И первое задание – это чтение текста вслух. Обратите внимание на то, как выглядят задания. Именно так оно будет выглядеть у вас на экране. Imagine that you are preparing a project with your friend. Ну, на самом деле, эта вводная часть не особо нам чем-то поможет. Собственно, суть самого задания – это прочитать текст за время. Ну, нам пишут, что мы какой-то делаем проект. You have found some interesting material for the presentation, and you want to read the text. This text to your friend. В общем, вы хотите по ситуации задания зачитать этот текст вашему партнеру по проекту. Итак, у нас есть с вами полторы минуты. Полторы минуты на подготовку, и в течение полутора минут необходимо прочитать сам текст. Перед вами будет таймер, дорожка временная, и вы будете видеть, сколько времени у вас осталось. Примерно 12-15 предложений в среднем в тексте. На самом экзамене обычно тексты даже легче, чем в сборниках, и нет сложных слов. Но для справки, что может быть сложного здесь? Конечно же, это могут быть какие-то незнакомые слова, сложные, да, какие-то, не знаю, там, научные термины, возможно, мы и в русском зачастую, не зная слова, но порой думаем, как же это читать, числительные, даты, и, пожалуй, все из сложного, потому что больше ничего особенного нет. То есть какие-то длинные слова, сложные слова, незнакомые слова, да, в которых мы сомневаемся именно в прочтении, и числительные. Итак, вот такое незамысловатое задание, абсолютно каждый с ним справится. Напомню, что задание базового уровня сложности, и здесь ничего такого. Как сделать так, чтобы не допустить ни одной ошибки? Кстати, до пяти ошибок можно совершать. Это довольно лояльно, я считаю, для 12-15 предложений. Итак, с чем нужно практиковаться в течение года, чтобы улучшить свои навыки прочтения? Итак, understanding pronunciation. То есть здесь мы должны с вами научиться работать с такими, со словами незнакомыми. Для справки, большая часть английских слов имеет ударение на первый слог. Это уже как-то облегчает жизнь, правда? То есть если сомневаетесь, да, можете воспользоваться этим правилом. Второй аспект. Рекомендую вам, если сомневаетесь в слове, пока готовитесь к прочтению, произнесите вслух про себя, да, насколько гармонично звучит одно ударение, второе ударение. Но порой, конечно, не всегда можно угадать, потому что есть, например, такие слова, которые в зависимости от части речи меняют ударение. К примеру, да, a record, запись, да, аудиозапись, не знаю, видеозапись, to record, записывать. Пишется одинаково, ударение разное в зависимости от части речи. Это уже просто знание, которое вы приобретаете в течение подготовки к экзамену, да. Рекомендую вам здесь попрактиковаться, да, aesthetic, importance, process и так далее. И далее внизу будут ответы, сможете свериться. Дальше, конечно, помимо набора лексики, да, и всегда помните, что вы сможете свериться со словарем, прослушать аудио, даже в Google переводчики и в Яндекс переводчики, но лучше не пользоваться ими просто так, да, пользуйтесь какими-то более серьезными ресурсами. Cambridge Oxford Dictionary, Longman Online Dictionary, прослушайте произношение, запомните. И на платформе, кстати, встроенный словарь, который у нас на годовом курсе, собственно, мы ей пользуемся сейчас. Дальше, следующий шаг к безошибочному решению этого задания, это чтение слух. Записывайте себя, слушайте, и здесь я рекомендую вам выполнить вот такое задание, небольшой тест, прослушать спикеров, собственно, да, и соединить, вот, чтобы и себя со стороны узнать, как не нужно звучать, как нужно звучать. Собственно, основное, да, как прочитать текст без ошибок. Нужно читать, нужно читать просто, обращая внимание на паузы, то есть на запятые, на точки, правильно произносить слова, да и все. Хотя, да, в критериях написано, да, что нужно, там, и соответствующий акцент, интонацию, но по факту все-таки экзамен, прямо говоря, русский. И задание базового уровня сложности, вот, по крайней мере, на данный момент, таких жестких требований к экспертам, к интонации, да, к какой-то, да, к особому акценту, там, американскому или британскому, абсолютно нет. Все-таки экзамен нацелен на то, чтобы ученик поступил в российский ВУЗ, и главное, чтобы он правильно произносил слова, обращал внимание на точки, запятые, то есть определенную паузацию соблюдал. Вот и все, этого достаточно. Прослушайте обязательно это задание и соедините, да, спикеров, чтобы понять, как не надо делать, да, слишком медленно, too slow, too much hesitation, слишком сомневается, да, спикер, вот, words added, change, да, то есть добавляет какие-то слова, меняет их, да, слишком тихо, too quiet, too unclear, непонятно, что говорит, да, too fast и так далее. Вот, и, конечно же, практика. Еще раз, еще раз, полтора минуты на подготовку, полтора минуты читаем, обязательно включайте таймер. До пяти ошибок можно совершать. Если вы совершили ошибку, не пугайтесь, просто переговорите слово, эксперт засчитывает последний вариант прочтения, последний вариант произнесенный. Но если первый будет ошибочный, правильный второй ошибочный, засчитает второй, помните об этом. Дальше. Помните, что можете про себя проговорить, про себя проговорить слово, если сомневаетесь в прочтении, если оно какое-то незнакомое, и выберите наиболее гармонично звучащий вариант. Большая часть английских слов имеет ударение на первый слог. Следите за паузами, да, следите там, где есть запятые, либо точки, да, это для нас явный маячок. Если предложение сложное по своей структуре имеет две или более грамматических основ, да, тоже мы логично разделяем, то есть есть там союзы, которые также являются определенными паузами, да, маячками пауз. Как в русском, так и в английском языке, соответственно, потому что это разные части предложения. Да, и, пожалуйста, читайте уверенно, то есть помните, что вас проверяет человек. И если прочтение вот такого, или эксперт будет, не дослышит, не услышит что-то, он поставит ошибку. То есть ставьте себя на место эксперта, читайте громко, уверенно, и у вас все получится. Практикуемся. Увидимся.